Здравствуйте, дорогие друзья! С вами вновь Игорь Илгашов. Мы продолжаем серию видеорепортажа с производственной площадки СП Термобрест. Знаете, на самом деле, уважаемые друзья, я хотел отдельным репортажем рассказать вам о том, что на СП Термобрест освоено полноценное производство не только запорно-регулирующей арматуры, но и электромагнитных клапанов. Вот сейчас в моих руках находится электромагнитная катушка, которая является, скажем так, произведенной полностью на этом предприятии, начиная от корпуса вот этого вот и заканчивая электроникой, и, конечно, самим электромагнитной катушкой. Но более подробно о этом производстве, конечно, как сегодня производится на СП Термобрест данное оборудование, расскажет нам генеральный директор Александр Викторович Корнилов. Александр Викторович, здравствуйте, Вам слово. Добрый день. Пожалуйста. Значит, клапан, автоматический клапан не может работать без электропривода. В данном случае, как исполнительный элемент, мы используем электромагнитную катушку. Вот. Все составные части этой катушки мы вынуждены делать сами, ну, за исключением, конечно, сырья, эмаль-провод, прокат и прочее. Долговечность клапана во многом, процентов на 70, она зависит от того, насколько долговечна и работоспособна и надежна электромагнитная катушка. Колебания напряжения, внешние климатические факторы. Все это приводит к тому, что процент отказа может повыситься. Очень долгое время мы работали с разными заводами, пытаясь найти оптимального изготовителя эмаль-провода, качество которого является исключительно важным для долговечности и надежности всей катушки. Ну, сейчас в основном работаем с Рыбинском. Вот. Чтобы не сглазить, пока продукция их нас устраивает, и у нас нормальные деловые контакты. Катушка постоянного тока. Почему не переменного, могут спросить. Переменный ток дает большую встягивающую силу при прочих равных условиях. Однако переменный ток опасен тем, что, допустим, если якорь при открытии или при закрытии не занял крайнее положение, катушка тут же сгорит. Поэтому катушка постоянного тока, который нечувствителен подобным моментом. Дальше. Катушка постоянно включена, если клапан в рабочем состоянии. Большое энергопотребление. Для этого сделана управляющая плата, которая через 10 секунд после включения открытия клапана, она переходит в режим энергосбережения. То есть в рабочем режиме энергопотребление 50% от номинального. Все составляющие, как я уже сказал, делаем сами. Мы раньше пользовались кооперацией. Вы знаете, в Советском Союзе были такие УПП глухих, слепых, которые делали много полезного. На первых порах мы тоже пользовались их услугами. Однако качество не всегда удовлетворяло. Поэтому старая истина «хочешь сделать – хорошо, сделай сам» заставила нас производство полностью перевести к себе. Весь диапазон катушек, потому что катушки имеют разную мощность, они делаются в принципе под желаемое напряжение для потребителя. Там 220, 110, 24 вольта, 12 вольт. Всю гамму мы делаем. Каждый клапан имеет катушку в общем-то своей мощности. Поэтому комплекс клапан-катушка обеспечивает те параметры, о которых мы говорили раньше. Александр Алексеевич, на самом деле многие задают вопрос. Вы хорошо изготавливаете трубородную арматуру, но как с качеством подобных изделий и собственно с эксплуатацией? Я так понимаю, что постоянно идет модернизация этого изделия. То есть вот так взять и изготовить электродвигатель сразу не получится. Дело в том, что большая номенклатура, которая у нас есть, она в машиностроении всегда была и боролись за это показание, как такое понятие, как унификация. То есть это не значит, что делаем новый клапан, значит мы под него обязательно делаем новую катушку. Имеющийся диапазон катушек позволяет использовать в любых комбинациях их. Но если необходимо сделать новую, то мы без проблем ее делаем. А как же по поводу ремонтопригодности? То есть тут есть подобные решения, что этот электродвигатель может ремонтироваться и заменяться? Катушка залитая, поэтому перемотать ее, если эмальпровод сгорел, это бессмысленно. Попытки у некоторых товарищей эксплуатации были, но ничего хорошего это в общем-то не приводит. Потому что катушка залита, она захерметизирована компаундом. Значит, плата управления, которая здесь находится, она обеспечивает очень мощную защиту от скачков. Только есть плавкий предохранитель, есть варистер, который либо сбрасывает напряжение, либо плавкий предохранитель, как в добрые старые времена, перегорает, просто меняешь его и все. Поэтому главное, что обеспечивается защита основного изделия. Да, но все-таки мой вопрос будет даже не просто к магнитным клапанам, а собственно к вашей арматуре. По поводу ее ремонтопригодности для отечественного изготовителя, для отечественного даже потребителя важно ремонт. То есть зип, наличие его и поставка. Существует ли у вас подобное решение? Конечно. Дело в том, ремонтопригодность на достаточно высоком уровне. То есть слесарь средней квалификации может без проблем клапан собрать-разобрать, разобрать-собрать точнее. И при этом ошибки в сборке, скорее всего, не допустим. Вот зип, резинотехнические изделия, которые сами по себе вырабатывают очень долго. Но при необходимости они в комплекте поставляются. Как правило, используются серийные гостовские уплотняющие элементы, которые могут закупаться отдельно, либо поставка-поставка через нас. Вот никаких проблем за эти 27 лет, которые мы работаем, с потребителями по этой части не возникало. Замечательно. Ну, один из крайних вопросов по поводу ваших самых крупных клапанов. То есть мы знаем, что у вас есть ДН-200, ДН-250, ДН-300. Собственно говоря, будут ли они комплектоваться подобными решениями? У вас есть уже наверняка разработки по электромагнитам. Так они давно в серии. Поэтому они уже лет 10 в серии, и, в общем-то, вопросов никаких не возникало. Кроме того, они работают на очень крупных теплоцентралях, таких, допустим, как Норильская Таймырская ТЭС, которая работает в зоне вечной мерзлоты, значит, с очень низкой температурой подаваемого газа до минус 50. Вот. Нет вопросов. Замечательно. Практика, эксплуатация, мне кажется, это лучшее такое, это свидетельствование, качество и надежность. В серии истины, да? Совершенно верно. Спасибо вам большое за репортаж, за интересный рассказ. Уважаемые друзья, я просто срезюмирую и скажу одно. На этом заводе производится все. Все, что вы видите в клапане термобрест, это практически все сделано здесь. Конечно, провода, они делаются в другом месте, но конструкция, зип, электромагниты, все это сделано здесь с надежностью и с качеством. Спасибо большое за внимание. Остается пожелать вам удачи и, конечно же, развития новых проектов. Спасибо. Спасибо и вам. Удачи, друзья. Удачи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова